Суд от людей Но заповеди исполнять себя не нудил Сказал актер известный к Богу, что пришел Другая напоказ ушла из театра вовсе Нашли боксера Бога, кто кричал, нашел И футболисты, кто под православных косит, нет Бог поругаем, други не бывает Над тем смеются бесы, кто кичится верой Того Господь лишь верным чадом называет Себя, кто видит хуже всякой твари первым Нам почаще бы вспоминать о том, как святой Макарий Великий, которого считали земным Богом, мертв, воскрешавший, был послан Богом к простым замужним сестрам Поучиться смирению Вот так, друзья, мы все думаем, что мы к Богу пришли, совершая Какие-то добрые нам, как нам кажутся дела В храм ходим, исповедуемся и все прочее А на суде страшном не исключено, что Господь скажет нам Отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю вас Апостол Павел в своем первом послании к Оринфянам, главе 13, говорит Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая Или кимвал звучащий Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру Так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею Нет мне в том никакой пользы Любовь долго терпит, милосердствует Любовь не завидует, любит Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла Не радуется неправде, а радуется истине Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся И языки умолкнут, и знанию празднится Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил По-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал А как стал мужем, то оставил младенческое Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло Гадательно, так даже лицом к лицу Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю Подобно, как я познан А теперь пребывают сии три Вера, надежда, любовь Но любовь из них большая К чему это всё я говорю? А вот к чему Недавно известный протеерей Андрей Ткачёв Выступая на телеканале «Царьград» Затронул очень интересную тему В последнее время Уже превратившуюся в обязательный такой Обряд или традицию Чтобы провожать артистов В последний путь Не тишиной, не в тишине Не с молитвой, а аплодисментами И вот проповедь свою он назвал Не хлопайте артисту В мире, лишённом сакральных и глубоких обрядов Мы по неизбежности выдумываем свои Человек без обрядов жить не может Сегодня я хотел бы поговорить с вами Об одном недавно распространившемся Обряде Который представляют Как некий древний А именно провожание Зрительскими Благодарными аплодисментами Умершего артиста Это можно наблюдать Над разными людьми Когда из Дома культуры или театра Выносят тело усопшего Известного актёра Любимого зрителями Ему хлопают Как последний раз Как будто он что-то представляет Он уже ничего не представляет из себя В части актёра Он нуждается в молитве Но не зная молитвы Со святыми упокой Не умея пропеть вечную память Люди начали хлопать Это сегодня представлено Как некий древний обряд Который чуть ли не во веки веков существует По крайней мере Существование театра С графа Шереметьева С Останкинского театра В Подмосковье Нет Я поинтересовался этим вопросом Оказывается Ни Великого Щепкина Хлопками не хоронили Ни Ермолову Ни веру холодную Никто Хлопками не сопровождал В последний путь А всея земли За упокойной молитвой Литей Отпеванием И прочим Когда Что Где Кто придумал эти прощальные аплодисменты Интересно Что Впервые Сопровождали хлопками Но после отпевания Не после гражданской панихиды С речами, бурными И транспарантами А после отпевания Так было Когда хоронили Иннокентия Смуктуновского Когда его отпели По церковному Как положено Принесли Богу Молитву за него И выносили его гроб Из храма То люди Собравшиеся в храме И стоявшие Во множестве На улице Почитающие таланты Этого великого актера Захлопали Выразили свое присутствие И свою любовь К этому человеку Не имея возможности Выразить его иначе Когда Достоевского Хоронили Выносили его Из Александра Невской Лавры То народ весь запел Святый Божий Святый Крепкий Святый Бессмертный Помилуй нас Это был еще Древолюционный народ А когда уже выносили Другого человека Кстати, хорошо Игравшего В некоторых фильмах По тексту Достоевского То есть идиота То уже молитвы нет А как-то Надо делать Вот и захлопали И это был первый случай Провожания актеров Хлопками в Царство Небесное Но после молитвы Не до нее Хлопок Это ритуальное действие Синтаисты в Японии Приходя в храм Хлопают своим богам То есть как бы Глянь на меня Я здесь Эй, вы Эй, вы Все гляньте Хлоп-хлоп Сколько-то раз Правый с левой Левый с правой Ритуал И наши люди Скатились до язычества Потому что забыли свое А нужно придумать Что-то чужое Вместо своего И возникла Какая-то диковатая вещь Провожать хлопками Человека Которому хлопки ваши Вообще не нужны Ему нужна молитва И только молитва Милость Божия Больше ничего Прощение грехов И больше Ничегошеньки Ваши хлопки Ему Как оскорбление Ему нужны Только слезы о нем Милостыня И заупокойной литургия Я бы хотел Чтобы вы обратили На это внимание Потому что люди умирают Умирают артисты Великие режиссеры И в очередной раз Над покойником Кто-нибудь будет хлопать Я хотел бы Чтобы мы Смотрели на эти вещи Не бытовым взглядом А взглядом верующего человека Это новый обряд Ничего не имеющий общего С настоящим погребением В том числе и артистов Они тоже люди Телеканал Царьград Протерей Андрей Качев Я сам Работающий В Амхате Имени Чехова В конце 80-х В начале 90-х Не помню Чтобы народному Чтобы народного артиста РСФСР Юрия Богатырева И народную артистку СССР Евгению Ханаеву Провожали с аплодисментами Последний путь Вынося из театра Их гроб Откуда Пожла эта дикая Хуже языческая традиция Просто непонятно Самое главное Кому я не скажу В штыки принимают Мое удивление Оправдывая аплодирующих С криками «Браво» Лежащим в гробу артистам Как бы выражая Своё восхищение Их таланту А вот в Евангелии от Луки В 16 главе Мы читаем 15 стих Он сказал им Вы выказывайте Себя праведниками Перед людьми Но Бог знает Сердца ваши Ибо что высоко У людей То мерзость Пред Богом Так что не будем Уподобляться Несмышленым Язычникам Которые действуют Из своего Лжеименного разума Ни на йоту Непонимающих Ни основ Духовной жизни Ни самого Христианства Недавно На телеканале Спас Был интервью С актрисой Екатериной Градовой Первой женой Народного артиста Рася Андрея Миронова Которая совсем Скоро После этого интервью Ушла из этой Жизни Наполненной Мыльными пузырями Слушая ее С огромным чувством Радости И благодарности За ее откровенный Разговор Обличающий Саму Профессию Артиста Так смело Выступившую Против всех Тех обрядовых Традиций В театре Которые Не позволяли Ей быть вместе С Богом Мое окружение Оно диктовало Власть Конечно Не потому что Они плохие А потому что Сама Профессия Страшная Она диктовала Конечно Власть Тьмы Потому что Все это В первую очередь На самолюбии Тщеславии Ожидания Ну Понимаете У нас даже уже Дошли до того Что артистов Хоронят с аплодисментами Это же Катастрофа А когда Господь То это Наступление Тишины И Постепенно Это начало Происходить Но я Уже не могла Я конечно Работала В театре Причем Духовник Мне говорил Все время Чтобы я уходила А я Медлила И вот В результате В театре Я стала Получать Ну Самые Такие Неинтересные Роли Массовки И я Понимала Что я должна Еще продержаться Чтобы во мне Совсем умерла Эта гордость Такой звезды Хочется Литвой Надо Надо провожать Последний Путь Не только Актеров Но и всех Людей А мы Просто Безумны И корчим Из себя Верующих Над нами Бесы Ржут Когда мы Такими действиями Еще больше Приближаем Себя К ним И это Уже Настолько Вошло В широкую Традицию Что Бесполезно Кому-то И внушать Один Мой Знакомый Сказал Что Только Из-за Того Что Возможно Провожать Аплодисменты У меня Будут Последний Путь А не Молиться Не пойду В актеры Какими Были Хорошими Грамотными Красивыми Талантливыми Женатыми По пять Раз Замужними Не были Актеры С упоением Рассказывающие Как они Пришли К Богу То Бог Совсем По-другому Будет Судить Не как Суд Человеческий Кстати Очень понравилось Когда Ведущая Задала Вопрос Екатерины Градовой Как она Пришла К Богу На что Так Сказала Что Не может Так Сказать Что Она К Богу Пришла Вот Это Именно Смиренный Правильный Ответ А мы Ведь Особенно На программе Судьба Человека Как С усложжением Слышим Некоторые Начинают Свой Рассказ Какие Они Были Блудники Хулиганы Дебоширы Пьяницы И вдруг Что Как Что Стали Почти Святыми Разве Не Понятен По тексту Это Тоже Вошло В обиход И Никто Не Может Об этом Сказать Все Боятся А мне Нечего Бояться Нужно В нас В каждом Воспитывать Такое Состояние Которое Даже При Соблюдении Всех Заповедей Рождало Бо Вечный Наш Долг Пред Всеблагим Богом Как Бы Надо Говорить Нам Чтобы Избегать Счиславия Самомнения О себе Что Мы Стали Жить Правильно Говоря Что Бог Озарил Открыл Глаза На Нашу Духовную Болезнь Как Бы Мы Не Старались Еще Больше Видим Себя Дожниками Грязные Частотой Любви Божией Ну Как То Так Нужно Говорить Чтобы Якобы Христианской Жизни На Самом Деле Смех И Поругание Бесов Так Что Постараемся Не Аплодировать Уходящим Из этой Жизни Людям А Молиться За Них В Первую Чуть Конечно И За Себя